Разложил все на подиуме, чтобы лучше визуализировать. То мы уже сможем легко нацарапать себе порошка. Смотрите. Ребята, всем привет! Не знаю с чего начать, но очень много чего хочется сказать. Видео будет сегодня просто нереально интересное, потому что здесь у меня есть пруточек вольфрама, быстрорез и самое интересное это карбид вольфрама. То есть это пруток именно того материала, из которого изготавливают напайки для резцов обыкновенных. Карбид вольфрама. То есть вот эту фигню вы даже болгаркой не распилите. У вас ничего не получится. И сегодня мы будем пробовать вот это все дело точить. Почему? Да потому что в этих коробках просто нереальные пластины для резцов. Эти две коробки прислал Алексей. Ему удалось купить за какую-то смешную цену. Но здесь напакно целое состояние, ребята. Каждая пластина может стоить около 100 долларов, а потом может быть и больше. Потому что здесь пластины из кубического нитридобора. И алмазные пластины. Просто какое-то нереальное гигантское количество. Рассмотрим повнимательнее. Вот здесь обратите внимание, ребята. Обычно пластины продаются в коробках, где их много-много штук. Ну вот здесь их 10 штук было. Ну а эти супер пластины в коробках по одной штуке лежат преимущественно. Какое-то золото Маккене. Конкретно эта пластина имеет кончики из кубического нитрида бора. Как я уже много раз говорил, самые выгодные покупки это когда человек продает что-то очень нереально ценное, но сам того не знает и продает за какую-то смешную цену. Это пластина со вставкой из алмаза поликристаллического. Как вы все знаете, алмаз обладает высоченной твердостью. Все пластины американского либо японского производства. Обратите внимание, практически на каждой есть черная такая напайка. Это напайка либо из алмаза, либо из КНБ. Даже вот есть совсем маленькие. Здесь полосочка. Выглядит как настоящая ювелирка в этих чехлах. И вот такое количество, ребята. Все это было куплено Алексеем за 100 баксов. Есть вот такая супер маленькая. Тоже с напайкой дерзкой какой-то. Есть несколько необычных пластин. Например, вот это. Непонятно, что это вообще такое. Где здесь режущая кромка? Какой-то оно странной формы. Абсолютно странной формы. И два отверстия. Возможно, это даже не металлорежущая пластина, а что-то другое. Например, здесь есть коробка. Пластинки из карбида вольфрама обычного. Но это не металлорежущая, скорее всего. А это просто подставки. Мне так кажется, под резец. То есть нижняя подошва под пластину. Вот еще интересные экземпляры. Это чистая керамика. То есть оно ничего не весит. Оно супер легкое такое. Но, тем не менее, очень твердая. И оно даже не черное. Видите, такого серого цвета. Видно, грани затуплены. Это для закаленной стали. Вообще, все вот эти резцы, все пластины, они либо для закаленки, либо для чистовой обработки. Это вот алмазные пластины. Они годятся для чистовой, очень такой роскошной обработки. Вот это вот на КНБ похоже. Вот эти резцы, опять же, крайне необычные. То есть это для фрезы, видимо, какой-то вставки. Тоже с напайкой из алмаза. Тут на некоторых коробках даже написано, что это поликристаллический алмаз. Где-то я читал. Ну вот хотя бы абразив, диамант. Все дела Made in USA. Ну а вот крышка для тех, кто вообще не понимает, что за диамант. Вот прямо нарисован алмазик такой и написано поликристаллический. Некоторые пластины имеют скольчики, ну а некоторые абсолютно новые. Даже были запечатаны, но я их распечатал. Вот это тоже необычные пластины, потому что тут заметно, что верхний слой у нее отличается. И она царапает карбид вольфрама. По одной из систем твердости карбид вольфрама имеет 900 единиц. Кубический нитрит бора 4000. Ну а алмаз 10 тысяч единиц твердости. Вот я уже здесь пытался царапать. То есть обычный, если мы берем карбид вольфрама, вот здесь есть и такие пластины, то мы навряд ли поцарапаем этот пруток. Шансов никаких. То есть оно какие-то отметины оставило, но не поцарапало. Если мы возьмем пластинку, например, вот эту желтую, то мы уже сможем легко нацарапать себе порошка из карбида вольфрама. Вот он черный. И остались ощутимые отметины. То есть этим резцом, по идее, можно обрабатывать его. Алмаз вообще должен шабрить спокойно. Вот она пыльца. Да уж, ребята, вот это пластины. Теперь у меня их очень много и я могу спокойно экспериментировать. То есть мне уже не страшно. Знаете, когда одна пластина у тебя и тебе очень страшно ее использовать. Здесь же наоборот. Хочется поэкспериментировать. Тем более, что здесь было несколько таких полуиспользованных пластин. Ну вот это наполовину. А вот это все четыре стороны имеет изношенные. У меня есть такие резцы. Я могу вставлять спокойно и использовать. Давайте попробуем, что из этого получится. Имеется изношенная пластина. Попробую заточить ее на алмазе. Желтый слой придется сточить. Вот что получилось. Алмаз неплохо берет. Можно сказать, что пластина восстановлена. Для начала возьмем что попроще. Попробуем проточить подшипник кубическим нитридом бора. Подшипник жутко каленая вещь. Поэтому должно быть интересно. Крайне красиво обрабатывается. Крайне красиво обрабатывается. Продолжение следует... Идет красная расплавленная стружка с искрами. Металл при такой обработке просто сгорает. То есть стружка уже на металл не похожа. Похожа на какую-то окалину. Почти разобрал подшипник токарным способом. Итак, мы выяснили, что КНБ берет закаленную сталь. А берет ли КНБ быстрорез? Вот написано ХСС. Давайте вставим и попробуем. Быстрорез закаленный, я его не отжигал. Обычный резец его не особо хорошо берет. Попробуем на подаче. Обороты максимальные, так как КНБ не боится температуры. Наоборот, стружка, если подрасплавляется, то ему легче. Вот так пошел процесс. Видно, что с успехом справляется. Стружка здесь очень интересная. Какого-то голубого красивого цвета. И самое прикольное, что можно делать вот так. Это быстрорез, друзья. Смотрите, как стекла можно крошить. Очень хрупкая стружка. Итак, резец справился. Значит, что мы будем делать? Значит, будем пробовать вольфрам. Пока не карбид вольфрам, а обычный вольфрам. Он, кстати, напильником берется. Но интересно, как будет точиться? То есть вот это напильником не берется. Очень тяжелый металл. Чистый вольфрам. Вот я пробовал напильником, кстати. Чуть позже покажу, что с напильником делает карбид вольфрама. Там с точностью до наоборот. Итак, погнали, пробуем по вольфраму. Спокойно берет вообще. Получается в пыль какую-то перетирает. Вот что получается. А на резце видно стружка как от чугуна. Осталось карбид вольфрама воткнуть и посмотреть. Но для начала тест на напильнике. Серьезная вещь. Весит тоже очень много. Эта вещь в два раза тяжелее свинца. Тест твердости по напильнику. Напильник стачивается. Вот эта уже лысая. Здесь видно только стружку от напильника. Но даже малейшей потертости не наблюдается. Итак, погнали, вставим в патрон и попробуем проточить эту супер жесткую вещь. Здесь большие обороты, я думаю, будут вредны. Давайте попробуем, поцарапает ли оно его хотя бы. Царапает карбид вольфрама. Ставим на подачку и погнали. С краю не беру, потому что может быть скол. Вот так, ребята, идет токарная обработка карбида вольфрама. Не спеша, потихонечку. КНБ берет. Мы еще алмазик, наверное, сегодня попробуем, как он справится. Но КНБ тоже неплохо работает. Блин, обалдеть. Вот это да. Видите, как оно в конце? Интересно, скололось? Как-то намагнитилось что ли? По-моему, скололся резец. Да, пластина не выдержала все-таки. Что ж, зарядим алмаз, попробуем алмазиком. Получается, что не очень-то хорошо по карбид вольфраму. Кубический нитрит бора берет. Немножко проточил. Справедливости ради стоит заметить, что я все-таки новую пластину не стал портить, а испортил свежезаточенную. Естественно, новая скорее всего лучше бы работала и лучше бы точила карбид вольфрама. Ну и так понятно, что она способна. Сейчас я поставил другую пластинку из поликристаллического алмаза. Она примерно в два с половиной раза тверже, чем КНБ. И примерно в 10 раз тверже, чем карбид вольфрама. Даже более чем в 10 раз. Давайте попробуем. Цифры, правда, прикидочные. Не особо достоверные. Просто я, помнится, читал в статейке в одной таблицу твердости. Именно вот этих сверх твердых материалов. Ну вот там такая градация была. Не знаю, насколько это правда. Если не правда, подскажите в комментариях. В общем, карбид вольфрама там 900 был единиц. КНБ 4000 и алмаз 10000 единиц. Так, стартуем. Алмаз это уже, конечно, тяжелая артиллерия. Должен сработать. Так, касание прекрасное. Берет, хорошо берет. Тихо как-то так. И самое главное, что без напряга. Все, пошел процесс алмазной обработки карбид вольфрама. Есть проход. Странно, как-то стружка налипает. Как будто бы магнитится. Магнитится. Эта пластина тоже магнитится. Так они все магнитятся, оказывается. Странно. Ладно, давайте теперь попробуем торцать. Очень интересно. Пробую на подаче. Подача минимальная. 0,06 миллиметров наоборот. Как-то жестковато. Слишком, слишком уже. Это было слишком круто. Могу сказать одно, крайне необычно обрабатывать такой материал. Смотрите, как крошит алмазом. Получается тут съем гигантский. Вот что значит алмаз. Даже такой сверх твердый материал для него не проблема. Получилось энное количество тяжелых. Вольфрамовой пыли. Такая стружка получается мягкая. Интересно, сколько же она весит? Сколько наточил? 4,5 грамма. Если учесть, что много чего улетело, я думаю, грамм 10 я сточил. Ну а вот сама болванка. С другой стороны я тоже немножко поигрался. Смотрим, насколько изменился диаметр. 25,3 грамма, 21,5 грамма. Вот такие дела по карбид вольфраму. Ребята, если вам это видео было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кому интересны такие видео, можете написать в комментариях еще варианты таких необычных экспериментов. У меня на этом всё. Всем пока, до новых встреч!